У православных христиан много разных постов в году, но самый главный перед праздником Светлой Пасхи. Он длится 48 дней. Ему предшествуют три подготовительные недели. Великий пост – время очищения. И речь здесь не только о своеобразном питании в этот период, а прежде всего о духовности, возможность подумать о своей жизни, что-то изменить. Мы живем в этом мире падшем и стараемся подстроиться под этот мир, себе сделать различные утешения, построить Царство Небесное на земле пытаемся. И вот в период Великого Поста мы стараемся максимально лишить себя всех этих утешений. Это время покаяния. То есть покаяние – это перемена ума, это перемена отношений к тем вещам греховным, к которым мы уже привыкли к своей жизни. Это вот именно изменение своей жизни. Галина Савелова пришла к вере в 33 года. Случилось это перед Великим Постом. Поговорила с духовным наставником и с тех пор соблюдает все православные посты. Поста Великого всегда очень жду. Всегда очень жду. Он действительно приносит какую-то духовную радость и духовное удовлетворение. И когда люди приходят, я узнаю о том, что они не постятся. Я, честно говоря, в сердце скорблю. Почему? Потому что если человек не постится, он не может радостно, так как должен, встретить потом Пасху. Нет вот той благодати, которая бы могла быть, если бы человек постился. Сильно ограничивать себя в питании и поститься по церковным канонам рекомендовано не всем верующим. С этим согласны и священники, и медики. В целом, говорят врачи, пост неплох для организма. Ведь временно прекращается поступление животного белка. Но надо учитывать личные особенности здоровья. И, что самое главное, нельзя рассматривать этот период как длительную диету. Пост противопоказан беременным и кормящим женщинам. Тем, кто занят тяжелым физическим трудом. Престарелым людям и лицам до 14 лет. Отказаться от поста следует, например, при обострении хронического гастрита, эрозиях желудка и 12-ти перстной кишки. Противопоказан пост и больным после желудочно-кишечных кровотечений. При анемии, гиповитаминозах, ослабленным больным с дефицитом массы тела и страдающим хроническим холециститом, панкреатитом и с внешней секреторной недостаточностью функции поджелудочной железы. Также Тимур Асанов рекомендует внимательнее отнестись к решению. Поститься и людям, которые переболели коронавирусной инфекцией. Эффективность реабилитации экс-пациентов зависит и от питания. Если желание непреодолимое, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Завершится Великий пост светлым воскресеньем 2 мая. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. ВиднетВ.